Прогноз социально-экономического развития Уварова на ближайшие три года, который народным избранникам представила заместитель главы администрации города Татьяна Волотова, затрагивает все сферы жизнедеятельности. Документ разработан на основе сценарных условий развития страны, указов президента, приоритетных задач, поставленных руководством области и города. Новый прогноз является преемником прежнего и сосредоточен на дальнейшем устойчивом развитии экономики и инвестиционной привлекательности Уварова, улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни горожан и создание комфортных условий для их проживания. Главная цель развития состоит в обеспечении достойного уровня жизни населения. Благосостояние народа обеспечивается наличием хорошей работы, достойной заработной платы, качественными услугами здравоохранения, образования, социального обеспечения, качественным жильем и коммунальными услугами безопасности, качеством окружающей среды. Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятия всех форм собственности, необходим рост собственных доходов бюджета, оптимальное распределение бюджетных средств и их эффективное использование. Для достижения миссии города и ее основной цели необходимы следующие этапы – это развитие человеческих ресурсов и улучшение качества жизни, создание сильного экономического потенциала и повышение конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности, совершенствование государственного и муниципального управления. Так, положительную динамику в экономике планируется достичь за счет роста промышленного производства, привлечения инвестиций, развития индустриального парка, поддержки малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест. Большая роль в прогнозе отведена и демографической политике. Улучшению показателей призван способствовать целый комплекс мероприятий и мер социальной поддержки, включая реализацию региональных проектов нацпроекта «Демография». Обсудили народные избранники и стратегию развития города до 2035 года. Документ также включает в себя приоритеты и задачи экономического, социального и инфраструктурного направления, но уже на долгосрочный период. При этом все, так или иначе, направлено на улучшение качества и условий жизни населения. Реализация мероприятий по стратегии позволит в сфере экономики увеличить производство промышленной продукции, увеличить объем инвестиций в основной капитал, создать новые рабочие места, повысить среднемесячную зарплату в целом по муниципальному образованию, положительная динамика в отраслях экономики, создать необходимые в свое время условия для развития в социальной сфере. То есть, позволит увеличить рождаемость, позволит повысить эффективность деятельности учреждений образования, укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры, инфраструктуры, улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального хозяйства, повысить качество обслуживания населения, тем самым создав благоприятные условия для проживания, обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи, улучшить качество уличнодорожных сетей в управлении, повысить открытость деятельности органов местного самоуправления, расширить количество и улучшить качество представления государственных, а также муниципальных услуг населения города. Также депутаты обсудили проект о бюджете города на ближайшие три года, который ранее уже был рассмотрен на публичных слушаниях. Главный финансовый документ по-прежнему сохранит свою социальную направленность. Основные средства будут направлены на реализацию программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта, а также ЖКХ. Рассмотрев все вопросы, стоящие на повестке дня, народные избранники поддержали их большинством голосов. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.